Дефицит электроэнергии назревает в отдаленных селах Восточной Казахстанской области. Фермеры Шаманайхинского района закупают дизельные генераторы, чтобы включать доильные аппараты. В райцентрах участились верные отключения электричества. Проблемы местных населенных пунктов увидели сенаторы Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов. Пусть Каменогорске на встрече с местной общественностью они обсудили возможности запуска новых энергетических мощностей, в частности атомной электростанции. Эксперты Национального ядерного центра объяснили технологические нюансы. Проект 1-й Казахстанской АЭС подразумевает 3-й класс безопасности, в котором фактически исключены внештатные ситуации, рассказали они. Предполагаемые мощности станции 2400 мегаватт. Это больше, чем на всех действующих в республике объектах альтернативной энергетики, пояснила сенатор Ольга Булавкина. Необходимо с точки зрения и политической, и экономической, и энергетической точки зрения решить данный вопрос. И в принципе, когда мы разговаривали с населением, с нашими жителями, жители целиком поддерживают данный вопрос. Есть, конечно, некоторые моменты, о которых они переживают. Это вопросы и отходов после атомной электростанции, и вопросы вообще, как она будет действовать, где брать специалистов для атомной электростанции. Продолжение следует...